Ну хорошо, тогда скажите, вот на современной эстрадной сцене, отечественной, есть какие-то люди, достойные не в смысле исполнительском, а в том, в чём вот выселены, то есть в сочинительстве? У нас появляются какие-то необычные композиции, мелодии? Про музыку в кино мы говорим, про эстраду или нет? Или прямо это какой-то застой-застой, и, как вы говорите, кингстоны, и всех смыло? Он не застой, то есть застой-то застой, да, кстати, он не только у нас. Да, мне тоже кажется, глобальная тенденция. Я бываю в Америке, включаю радио, всегда в машине еду, и всё время всё слушаю, слушаю, что происходит. Происходит тоже очень мало чего хорошего, очень мало. То есть вот, ну сейчас действительно последние, может быть, 10-20 лет не происходит почти ничего. На Бродвее не происходит открытия мюзиклов, никаких. То есть какие-то идут бесконечные повторы, ремейки, и больше ничего. Так это из кино тоже? Может, это какая-то москультная тенденция? Нет, кино бы я не сказал. Всё-таки кино нет. Кино, не у нас, я имею в виду. Но кино и ихнее кино, нет, нет, оно имеет серьёзные какие-то вещи. Но смотрите, а ведь считается, что кино и без музыки, что невозможно сделать сильную вещь, кинематографичную, без правильной музыки. У нас, кто хорошо пишет у нас музыку для кино сейчас? Как вы считаете? Ну, помимо Дубнаевского. Мы всё время удивляемся, у нас нет кино. Нет кино, потому что нету режиссёров, к старым режиссёрам не обращаются. Вот смотрите, Андрон Кончаловский за копейки сделал кино и тут же получил «Льва». Да, он и не только «Льва» получал, но и, так сказать, «Тычки» и тоже получал, и не так давно, за разные свои фильмы. Но всё-таки, значит, в нашем старом организме ещё есть порох-пороховницах, есть такой фильм? Я не знаю, что бы было бы, если бы Мединский вас утвердил в качестве руководителя. Вы знаете, я ему это всё говорил, кстати говоря, почти вот это то, что я вам сейчас говорю. Я никому от кого-то не скрываю своё мнение. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Там уже коты к тебе приходят? Уже коты, увы, всё. Всех котов раздали, приютских теперь этот формат. Имеется в виду важные персоны, они предусматривают таких лекомысленных элементов, как живые. А с котами это была не важная персона, это была другая история, да, какая-то? Я просто не помню нюансов некоторые. Помню, что коты были, это хорошая фишка, хорошая находка, это я оценил уже по тем временам. Это здорово. Ну, это тяжеловато было. То есть ты пристраивал этих животных или как-то со своим приходил? Да, это приютские животные, мы их отдавали зрителям. То есть там была бегущая строка, как у вас есть с телефоном бегущая строка, но у нас была вот с приютским телефоном. Такая благодетельная, благотворительная у вас была. Сколько сот котиков, да, мы пристроили, я даже взял одного себе, который, ну, больная была кошка, никто взять и брать не хотел, и после эфира с Мазаем как раз, когда мы взяли очередной раз, я не выдержал, и теперь вот она у меня уже третий год обитает. То есть у тебя дома тоже есть любимец теперь домашний, да? Как зовут? Бася. Бася. Спасибо!